Здравия всем любителям хоккея! На этой неделе хит-трик оформил Мэтт Дюшен. Илья Самсонов провел целых два матча на ноль. Егор Шарангович наконец-то забросил свои первые шайбы в сезоне. Конор Макдэвид набрал свое шестисотое очко. Для этого ему понадобилась 421 игра. Это шестой результат в истории НХЛ. А Райан Гецлав вошел в элитный клуб, набрав свой тысячный балл за результативность. А теперь к лучшим игровым моментам. Неделя шестая. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Кирилл Капризов в матче против Далласа набрал 1 плюс 3. И одна передача получилась очень эффектной. В борьбе у борта Кирилл умудрился сделать слепой пас на пятачок Фредди Годро. Партнер не подвел. Митч Марнер и Остен Мэттьюс очень опасные хоккеисты Торонто. Но на каждую такую парочку найдется свой Юси Сарас, который при эффектном перемещении отведет угрозу от своих ворот. Матчи с Монреалем, нападающий Питтсбурга, на скорости расчертили очень красивую комбинацию в одно касание. Завершил этот динамичный эпизод своим первым голом в сезоне Сидни Кросби. Без шансов для соперника. И вновь двойной момент с использованием спинорамы. Сначала Тревор Зиграс выложил на блюдечке шайбу для Сони Милана. Тот не промахнулся. А затем Миккор Антонин одним движением убрал двух игроков Сиэтла. И Эрик Джонсон с чистого льда сделал счет в матче совсем уж неприличным. Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам! Юлиан Готье четко следовал этому принципу и сотворил для себя момент. Эффектный гол в падении стал просто вишенкой на торте. Выход один на один с Андреем Василевским частенько становится проблемой для нападающих. Но в этом моменте Клод Жеру включил фантазию и разложил большого кота на лед. Да, не каждый может повторить подобное. Выражение «выход 2 в 0» звучит для вратарей довольно оскорбительно. Потому что они способны вытаскивать такие выходы, как Маккензи Блэквуд в матче против Лайтнинг. Феноменально! Вот вы посмотрите на этот гол Конора Макдэвида. И может показаться, что что-то такое вы уже видели. Вы правы, прошло всего-то две недели. И игроки Виннипега уже забыли, что Макди умеет делать вот так. Ну что ж, вынимайте. Александр Тексье в меньшинстве очень легко и красиво сделал дурака из Марка Стоуна. А потом также непринужденно обыграл Лорана Брасуа. Гол на Чили на расслабоне. Непривычно видеть представителей Аризоны на первом месте, но Скотт Веджвуд полностью заслужил. Выдержал осаду нападающих Коламбуса и финальным движением, уже растянувшись на льду, проглотил шайбу ловушкой. Красавчик! Большинство. Команда проигрывает. Две секунды до конца периода. Форварды Вегаса отыграли Элвиса Мерзликина. Перед Аликсом Пиэтранжело были уже пустые ворота. Но он попал в штангу. Не повезло? Или причина промаха в чем-то другом? Бонус недели! Забросить гол в меньшинстве – событие не очень частое. А вот забросить два гола в меньшинстве в одном матче – это уже достойно уважения. Михаил Рафль и Роб Хинс дважды убежали в контратаке и оба раза преуспели. Финн оформил дубль. Неординарное событие и отвратительная игра Сент-Луиса. На этом все. Пишите в комментариях, какой момент минувшей недели вам запомнился больше всего и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой хоккейный лайк и подписывайтесь на наш основной и лайв-каналы. С вами была команда FoxHockey. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok